В этом сезоне на полуострове ждут небывалого наплыва гостей. Обслужить всех своими силами у крымчан вряд ли получится. На помощь позвали регионы России. Всего в Крыму открыто более полутора тысяч вакансий. В основном это работа в санаторно-курортной сфере. На море ждут горничных, официантов, поваров, водителей и аниматоров. Все вакансии проходят через службу занятости. Обманов и невыплат зарплат быть не должно. У нас десятки работодателей с Республики Крым. Вот сегодня представляем четырех работодателей. Идет видеоконференция с помощью программы скайп. А предприятия почти все государственные. И работодатели, я сейчас слышу, говорят о том, что зарплата вовремя. Гарантии трудовые соблюдаются 100%. Сегодня видеосвязь по скайпу была с Ялтой. На собеседование в Абакане пришли около 40 человек. Еще 17 слушали предложения работодателей в Саиногорске. Представители ялтинских санаториев рассказали об условиях труда и заработной плате. И здесь многих соискателей ждало некоторое разочарование. Суммы небольшие. В среднем 15-20 тысяч. Мы ожидали, конечно, побольше зарплаты. А что обещают? Ну, обещают там копейки. Зарплаты маленькие. За свой счет ехать надо. Вообще стешно, если честно. Работа в Крыму имеет свои плюсы и минусы. Например, до места придется добираться за свой счет. А дорога не близкая. Плюсы – бесплатное проживание. Ну и, конечно, море и пляжи. Просто перемена в жизни какая-то. Что-то новенькое. На море покупаться, отдохнуть, поработать. Ну, просто перемены. То есть для вас это не способ заработать деньги? Нет. Ну, больше отдохнуть. В общем, смена обстановки для меня больше. Заработать я хочу заработать. Ну, и хотела бы и у моря. Ни разу не была на море. Ярмарка крымских вакансий продлится весь апрель. Интерактивные собеседования будут проводиться не только в Абакане, но и в других городах и районных центрах. Чтобы поучаствовать и пройти собеседование с работодателями Крыма, необходимо заранее обратиться в местные центры занятости. Олег Скалиниченко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия.